На острове Юность – смотр техники оперативного реагирования. Именно эти машины, лодки и спецсредства. В случае наводнения придут на помощь населению пострадавших территорий. В региональном управлении МЧС готовятся к паводкам. В этом году погода предоставила еще дополнительный запас времени. Весна будет не скоропостижная, а втягивающая. Больше проблем нам май принесет, поэтому апрель еще нам дает возможность еще немножко потратить время на подготовку, проверить себя и рядом находящихся соседей, потому что мы понимаем, что паводок он затрагивает сразу несколько смежных территорий. На вооружении у инспекторских подразделений ГИМС 20 катеров, 14 мотолодок, 26 автомобилей и 2 снегохода, а еще различные средства для обеспечения экстренной связи. С помощью этого устройства возможно проводить видеосовещание и передавать оперативную информацию даже из тех районов, где не ловит ни один телефон. В небольшом черном ящике целый комплекс для обеспечения спутниковой проводной радиосвязи и выхода в интернет. Комплекс видеоконференц-связи применяется для организации связи с места чрезвычайных ситуаций, с места происшествия, а спутниковый комплекс применяется для организации связи в местах, где нет зоны покрытия сотовых операторов и отсутствует связь между всем ГТС. Позволяет организовать как телефонную, так и видеоконференц-связь. Усиливает возможности связи вот этот сервер. Он размещен в специальном автомобиле, что делает большие технические возможности еще и мобильными. В случае экстренной ситуации здесь, в этом передвижном пункте, соберутся первые лица области государства. Тут представлена возможность проводить видеоконференции и оперативно управлять действиями групп из любой точки области. Но пока до паводков далеко и КЧС проходит в здании правительства региона. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Представители отраслевых подразделений рассматривают различные варианты развития ситуации с паводками. Ко всем нужно быть готовыми. При дружном развитии весеннего половодья, в период прохождения его максимумов в бассейнах рек Лена, Бирюса, Ия, Нижняя Тунгусская, Киринга и малых реках Иркутской области, возможен выход воды из берегов, подтопление пониженных участков местности, населенных пунктов. По словам Владимира Малого, в апреле и мае температура почти во всех районах области будет близка к средним показателям. Осадки ниже нормы. В связи с этим вскрытие рек произойдет на 1-4 дня позже обычного. В конце апреля на юге Прибайкалья и в начале мая на севере. Специалисты проводят ежедневный мониторинг ситуации в традиционно поводкоопасных районах. Более 400-е дни с дорожной техники уже на готове. Галина Тюрнева, Александр Мокин. Новости сейчас.